всех приветствую на своем канале сейчас 6 утра в моей коробочке инкубаторе температура на данный момент 41 градус эта температура у меня держится уже почти вот 12 часов яйца мои лежат в этой коробке уже 12 часов заложены они были 6 часов вечера вчера прошло ровно 12 часов я ничего с ними не делала не трогала заложила подключила лампочку и набрала температуру до 41 градуса и отрегулировала эту температуру и эту коробочку в таком положении я оставила на ночь естественно я поглядывала за температурой потому что ее нужно действительно отрегулировать в самом начале не бросать все на самотек и сейчас мне нужно уменьшить температуру 41 до 39 с половиной градусов но я для этого не буду открывать больше щель оставлять выключить свет чтобы температура упала я начну сейчас переворачивать яйца и температура спадет сама собой естественно потому что я начну больше открывать коробку потому что по-другому туда не залезу мне надо яйца все все перевернуть и сейчас я этим займусь на время переворота яиц термометр убираю вот у меня здесь уже даже упала температура уже 40 градусов поэтому все это надо делать быстро и что я делаю я беру яйцо вот беру крайнее яйцо и беру середину яйцо вытаскиваю и меняя их местами и сразу прокручиваю прокрутила вот так есть то же самое переворачиваю переворачиваю вот и ставлю на это место беру рядом яйцо и меняю его допустим вот с этим вот это взяла вот и ставлю на это место и сразу перекручиваю так это яичко в руке перекручиваю и ставлю сюда вот так проделываю со всеми яйцами я меняю их местами вот могу сюда поставить то есть вот это яичко я сюда ставлю вот сразу же перекручиваю то есть у нас везде на всех яйцах у нас должен быть минус потому что с плюсиком у нас все яйца грелись 12 часов вот эти яйца у нас сейчас тепленькие теперь переворачиваем их на минусик и следующие уже не 12 а 6 часов они у нас будут греться при температуре 39 с половиной следующие 6 часов они будут лежать и греться при такой температуре вот меняю местами их совершенно вот противоположные места еще как я делаю вот какое-то время я сейчас вот их переворачиваю на это у меня уйдет допустим 5 минут я все сразу не смогу сейчас их перевернуть не буду это делать потому что температура в инкубаторе сейчас у меня упадет так это я отсюда достала да и чтобы долго не была температура низкая я накрою этот инкубатор полностью полотенцем буду ждать когда эти температура подымется и потом через 5 минут я опять начну переворачивать яйца то есть я их переворачиваю в два приема чтобы они не остыли чтобы температура в них коробки все-таки держалась та которая нам необходима вот видите я беру с центра укладываю вот на краешек вот а то что я взяла с края я укладываю в центр вот естественно когда работаешь вот беру с центра положу сейчас вот сюда вот вот на самом крае когда работаешь одной рукой очень тяжело поэтому еще и камеру держу в руках поэтому дольше уходит на это время вот я их переворачиваю потом вот так вот поправляю чтоб именно минусик смотрел вверх вот для этого мы яйца и маркировали чтобы было понятно какие яйца мы перевернули вот отсюда возьмем то есть я вижу какое яйцо уже перевернуто какое я брала а какое нет вот так и сейчас вот это яйцо возьмем с каким у нас почти почти в центре мы можем вот с этим да или не с этим перекрутила или нет где это где это палочка вот все сейчас я накрою подожду пять минут и потом буду продолжать переворот яиц потому что температура в коробке уже упала поставлю термометр пусть они еще нагреются сейчас вот и буквально на пять минут вот так вот я закрываю коробку вот чтоб температура там поднялась ну что же спустя пять минут я опять залазим в эту коробку чтобы перевернуть яйца я по-быстрому достаю термометр и по-быстрому по возможности вот здесь наверху оставлять щель поменьше надо чтобы просто сюда залазила ваша рука и вот опять я беру с краю яичко и меняем с другим яйцом которое находится в центре для чего я это делаю ведь я же могу просто перевернуть яйца правильно и оставить на том месте на котором она лежит но так как при нагреве лампочки лампочка у нас светит по центру коробки то и температура у нас получается в центре больше температура чем по краям и поэтому при каждом перевороте яиц я меняю яйца местами потому что в центре яйца они нагреваются больше а по краям температура меньше на 1-2 градусов поэтому они не так нагреты сильно и при каждом перевороте яиц я меняю вот так местами перекладываю с центра на край из края на центр чтобы все яйца нагревались равномерно и одинаково я так делаю всегда это несложно если не переставлять вот так местами яйца получается что по центру у вас будут или сильно перегретые яйца или же они будут хорошие эти яйца по центру до а по краям по краям они будут не полноценные не обязательно прямо ставить с центра в край из края центра потому что у нас есть яйца которые и рядом ряды расположены правильно 2 3 ряд вот но главное хотя бы вот немножечко их вот так вот меняется вот допустим сейчас я беру яйцо отсуток не перекладываю где-то сюда беру отсюда положил вот сюда на это место то есть хотя бы ближе к середочке под края коробки у меня лежит 45 яиц так сейчас я взяла отсюда и вот буквально поменяю коробки у меня 45 яиц яйца я собирала от инкубаторских своих корочек молоток и от адлеров вот адлеров я маркировала вот так буковкой а вот поместилась у меня здесь 45 яиц собрала я 47 так это 100 минут всегда 47 я собрала так у меня еще осталось вот это яйцо да я их вот так поменяю местами оставшим у меня их было 47 я собрала ну вот два яйца не поместились как бы я не старалась у меня два яйца не поместились ну что делать они бы поместились если я не положила сюда стаканчики в эту коробочку с водичкой вот видите у меня там стакан с водичкой и здесь два стаканчика с водичкой давайте проверим минусик минусик вот это непонятно поменяю наверное вот таких местами вот так вот все здесь у меня в инкубаторе вот лежат 45 яиц будем ждать будем наблюдать держать соответствующую температуру вот все вам показываю как я делаю наглядно многие из вас просили чтобы я показала повторно как я это делаю так все все яйца перевернуты ставлю термометр обратно в коробочку я ставлю его по центру чтобы я видела сколько градусов и сейчас и еще один момент чтобы нагреть яйца сразу набрать нужную температуру что я делаю так это устанавливаю сейчас потому что я сдвигала коробочку сейчас так разверну так вот по центру да сейчас я этот патрон с лампочкой опускаю ниже чуть чуть ниже опускаю вот так и накрываю полотенцем вот накрыла полностью полотенцем то есть вот патрон с лампочкой я опустила пониже чтобы быстрее набрать нужную температуру но ни в коем случае нельзя отходить надолго от коробки иначе температура высоко поднимется и яйца начнут перенагреваться их таким образом можно даже и сварить в принципе то есть яйцо прилипнет к скорлупе и все никаких цыплят у вас не будет поэтому вот так сделали и не отходить от коробки как поднимается нужная температура потому что сейчас при перевороте яиц температура упала в коробки и чтобы она быстрее набралась я вот так опускаю лампочку пониже жду когда температура нужная мне наберется и приоткрываю вверх коробки и тогда только я могу спокойно отлучиться по своим делам и так температуру я повысила лампочку я подняла выше как положено то есть я же сначала ее опустил патроны с лампочкой теперь я подняла на нужную высоту себе сделала вот такую щелку и температуру у меня в инкубаторе 39 с половиной градусов и эта температура у нас будет держаться еще долго две недели в инкубаторе должна стоять температура 39 с половиной градусов ни больше ни меньше ну допускается конечно отклонение плюс-минус потому что по разному бывает но стараться надо придерживаться этой температуры и так повторюсь яйца у меня лежат коробки с температурой на данный момент 39 с половиной градусов яйца я перевернула и и следующий переворот яиц я буду осуществлять через шесть часов и через каждые шесть часов я буду переворачивать яйца конечно можно переворачивать яйца и через каждые три часа но мне не позволяет время это делать мне нету столько свободного времени чтобы сидеть над этой коробкой и колдовать тут над ней поэтому я переворот осуществляю через каждые шесть часов температуру температуру напоминаю регулируем с помощью вот этого зазора я делаю так если допустим опустилась температура то есть не может она достигнуть 39 с половиной градусов значит я закрываю больше вот эту щелку регулирую с помощью этой щелки если большая температура высока значит я эту щель открываю больше можно накрыть полностью полотенцем и приоткрывать щелку по краям то есть здесь открыть и в противоположной стороне вот здесь открыть вот но я пришла к выводу что самое лучшее это оставлять щель посередине так как температура как мы знаем в центре всегда больше от нагрева лампочки по краям и меньше и если мы еще откроем щели по краям то яйца еще больше будут охлаждаться по краям а так края у нас вот тут закрыты вот открыт именно центр коробка напоминаю заклеена вот это все это не щели это заклеена строительным скотчем то есть здесь щели нету коробку я предварительно обклеила со всех сторон все щели у меня закрыты скотчем чтобы теплый воздух не выходил с этой коробки чтобы он держался внутри сейчас 12 часов дня прошло уже 6 часов как я переворачивала яйца и сейчас вот в таком виде у меня все было тут как я оставил сейчас я вот так чуть-чуть сдвигаю и по-быстрому начинаю переворачивать яйца убираю термометр чтоб он не мешал и начинаю переворачивать и в такой же последовательности беру первые яйца с края и меняя их вот которые лежат в центре и сразу сразу перекручиваю то есть сейчас я их кручу на крестик вот перекручиваю попались мне адлерские яйца с буковкой а вот с краешку беру и вот с этим поменяю вот вот и сразу их перекручиваю в руке яйца держать надо аккуратно чтобы случайно не раздавить яйцо я так говорю потому что у меня был такой случай при перевороте яиц я раздавила одно яйцо я конечно не знаю как у меня такое могло получиться но получилось и самое обидное что это яйцо которое я раздавила в руке оно было зародышем представляете так мне было обидно когда я его разбила на блюдечко а оно оказалось с зародышем внутри почему было не пустое яичко не было бы так обидно но всякое бывает поэтому аккуратненько желательно переворачивать не раздавливать в руке конечно бывает всякое может быть и скорлупа была слабенькая что раздавилось яйцо ну надо аккуратненько переворачивать не сжимать со всей силы так вот с этим я сейчас поменяю вот это с этим поменяю яйца тепленькие температура у меня держится 39 с половиной я ее поддерживаю стараюсь особенно в дневное время есть время посмотреть ночью конечно хочется спать но первая ночь для меня была признаюсь конечно бессонница постоянно я сюда к этой коробке подходила и смотрела проверяла температуру потому что важно в первые дни не упустить не упустить этот момент и соблюдать температурный режим это очень важно так сейчас яйца я в предыдущем видео вчера я вам показывала я их перед тем как заложить в коробку я их помыла и продезинфицировала а также промаркировала для того чтобы вот как вы видите при перевороте яиц чтобы я не путалась где я перевернула яичко а где не перевернула вот для этого и маркируются яйца потому что можно запутаться когда вручную переворачиваем яйца их надо обязательно маркировать это отметить на яйце с одной стороны вот как я здесь сделал вот крестик до другой стороны вот минусик и помимо этого я яйца еще и пронумеровала от единицы до пятерки потому что яйца я собирала 5 дней так вот еще одно тут яичко красуется по центру я его вот с этим самым крайним поменяю вот сюда его поставлю вот и яйца у меня маркированы от единицы до пятерки то есть мне интересно будет какие яйца у меня будут вылупливаться в первую очередь поэтому я так и сделала так вот с этим поменяю еще под буковкой а у меня это адлерские яйца вот они уже буковки а а там где крестик это яйца от моих инкубатор ских курочек которых я выводила в том году прошло восемь месяцев и вот я уже собираю от них яйца и и буду инкубировать уже от моих инкубатор ских выведенных курочек буду выводить уже от них цыпляток так вот закрываю одну половинку потому что уже яйца достаточно открыты коробка когда вы переворачиваете яйца старайтесь это делать как можно быстрее чтобы яйца были меньше открыты потому что охлаждать яйца мы будем в будущем но не с первого дня охлаждаются яйца сейчас их не надо охлаждать поэтому по возможности старайтесь быстрее все это делать я сейчас снимаю получается я затрачиваю больше времени на переворот яиц необходимо быстрее их переворачивать чтобы коробка была как можно меньше времени вот так открыто вверх коробки так ну вот еще одно яйцо еще двое яйца вот меня и хоть чуть не уронила поэтому говорю аккуратно аккуратно действовать чтобы не уронить потому что будет обидно если какое-то водичка цокнется разобьется все перевернула в стаканчике водичка вот уже потихонечку вот испаряется но пока я воду эту не трогал она тепленькая все пока я ее не трогал не добавляю так ставлю термометр накрываю коробку полностью полностью накрываю лампочку можно даже сейчас я это сделаю опускаю вот так вот удобно повторяю одной рукой вот туда вот прям опустила пониже лампочку чтобы быстрее нагрелась температура но я нахожусь рядом и смотрю как достигнет 39 с половиной я приоткрываю коробку даже можно довести до 40 градусов до 40 потому что когда я открою коробочку температура немножко все-таки спадет правильно вот я нахожусь вот тут рядышком и жду вот свет там горит поглядываю когда наберется нужная температура вот температура растет но пока месь она не то что мне надо упала температура в коробке потому что переворачивала яйца и коробочка была открыта когда я делаю это двумя руками и не снимаю конечно я по возможности вот так делаю маленькую щелку руку туда просовываю чтобы поменьше был открытый вверх коробки и переворачиваю яйца сейчас конечно у меня был больше вверх открытый потому что я снимаю я показываю вам чтобы вы видели наглядно как я это делаю итак наберется температура приоткрою вверх коробки и держу температуру 39 с половиной до следующего переворота из эту температуру 39 половиной удерживаем постоянную в течение двух недель инкубации из коробки яйца переворачиваем через каждые шесть часов можно через три повторюсь если есть у вас время я переворачиваю через каждые шесть часов продолжаю инкубировать яйца сегодня уже четвертый день лежат мои яйца в коробочке температура у меня 39 с половиной градусов эту температуру я как я уже сказала держу две недели потом я буду снижать температуру я об этом буду показывать в следующих роликах и переворот яиц осуществляю каждые шесть часов и хочу сказать что на шестой день я начну охлаждать яйца я вам буду показывать в следующих своих роликах как я буду это делать какой у меня будет режим при охлаждении яиц охлаждать яйца в инкубаторе обязательно нужно несмотря на то что мы инкубируем яйца в картонной коробке охлаждать будем из шестого дня я начну охлаждение яиц лампочка у меня на 40 ватт включенная и кстати у меня два патрона с лампочкой для перестраховки я их меняю через день допустим одна у меня светит один день другую лампочку включаю на следующий день и помимо этого нужно запастись запасными лампочками на 40 ватт необходимо чтобы обязательно было в запасе несколько лампочек потому что у меня например уже одна лампочка ушла выключила сначала и включила все и у меня лампочка просто лопнула ну сейчас такое качество лампочек я хочу сказать поэтому не знаю почему так но у меня в запасе я купила пять лампочек вот одну я уже забрала вот патрон с лампочка у меня в запасе вот две штуки для того что вдруг действительно один патрон выйдет из строя у меня в запасе будет второй патрон с лампочка обязательно надо чтобы в запасе у вас были лампочки ну и патрон с лампочка со шнуром пусть будет запасной если нету конечно значит с одним патроном надо выкручиваться первое инкубирование у меня так и происходило уже на 2 инкубирования я приобрела 2 патрон потому что я видела что есть необходимость в этом во втором патроне с лампочкой тем более когда появится цыплята я и им же цыплятам тоже буду проводить лампочку мне нужен 2 будет патрон с лампочкой поэтому запаситесь если у вас еще нету запаситесь вторым патроном с лампочкой еще хочу вам показать как испаряется вода сейчас я уже приоткрою завесу да видите вот стаканчики с водой у меня тут стоят вот насколько испаряется вода вот эту воду я им доливаю а еще лучше вылить эту воду со стаканчиком налить другую холодненькую водичку и примерно раз в двое суток я это делаю меняем стаканчик с водичкой по мере исчезновения водички в стаканчики я ее меняю вот но все друзья мои заканчиваю свое видео увидимся с вами в следующих видео моих где вам я вам подробно рассказываю и буду рассказывать и показывать как я инкубирую яйца в картонной коробке дома до новых встреч всего вам хорошего не болейте с вами была наталья соколова